Россия возвращается в ПАСЭ. В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24. Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую в полном объеме права российской делегации. При этом полномочия России восстанавливается без санкций. За соответствующее решение проголосовали 116 участников заседания, против 62 еще 15 воздержались. Однако в принятом документе есть определенные рекомендации. В частности, ПАСЭ призывает Россию освободить 24 украинских военнослужащих ВМС Украины, задержанных Москвой в ноябре 2018 года после попытки незаконного пересечения границы Российской Федерации в районе Керченского пролива. И, конечно, одним из главных требований организации стала, цитата, «немедленная выплата всех взносов, которые Москва недоплатила в бюджет Совета Европы после того, как российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЭ». В марте прошлого года в ПАСЭ признали, что приостановка российских платежей стала одной из причин финансовых трудностей организации. В частности, ассамблея столкнулась с дефицитом бюджета в полтора миллиона евро. При этом размер членских взносов России составляет порядка 32 миллионов евро в год. Отметим, что эти призывы не являются обязательными для исполнения. При этом России все же не удалось провести своего кандидата на пост вице-президента ПАСЭ. На эту должность претендовал председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Возвращение России в парламентскую ассамблею Совета Европы стало резким ударом по внешнеполитической позиции Киева. Украинская сторона еще накануне, 25 июня, когда ПАСЭ приняла решение о возвращении российской делегации, заявила, что если соответствующая будет утверждена, Киев прекратит работу в текущей сессии ПАСЭ. Сразу после принятия соответствующего документа делегация Украины вышла в центр зала заседаний и без микрофона зачитала небольшое заявление. После чего уже в микрофон депутат Алексей Гончаренко коротко сказал, мы уходим. Последняя надежда Киева на ограничение прав российской делегации себя не оправдала, как и попытка затянуть обсуждение. Вслед за Украиной сессию ПАСЭ решили покинуть делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев. На севере Бурятии самолет А-24 совершил аварийную посадку. На борту находились 43 пассажира. В результате происшествия погиб один пилот, второй госпитализирован с травмами и ожогами. Еще более 20 человек пострадали. По предварительным данным, в воздухе у самолета отказал один двигатель. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекши гибель людей по неосторожности. В среду 26 июня действующий состав Конституционного суда Молдовы ушел в отставку. Об этом говорится заявление, опубликованное при службе КС. Президент республики Игорь Дадон приветствовал отставку членов суда и призвал парламент, правительство и высший совет магистратуры в срочном порядке запустить процедуры формирования нового Конституционного суда. Назначение новых судей – это задача первостепенной важности в свете последних событий общенационального масштаба, а также с учетом мнений, высказанных внешними партнерами. Отметим, что отставка нынешнего состава КС произошла после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Покинуть свои посты судьи призвали президент и премьер-министр республики, которые обвинили их в обслуживании интересов, контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы.